Итак, дамы и господа, мы с вами продолжаем изучать девелоп модуль в Lightroom и в этом видео мы сосредоточимся на тоновой коррекции изображения. Тоновая коррекция это регулировка распределения свет латына фотографии, то есть определение того, как много будет на снимке темных участков, средних и светлых. Звучит это может быть как-то скучновато, но эта штука на самом деле способна фотографию очень замечательно преобразить. Распределение этой светлоты в виде графическом нам показывает гистограмма, в которой по горизонтали располагается степень светлоты, то есть от темных областей слева до светлых областей по правую сторону. И по вертикали располагается количество пикселей, обладающих данной степенью светлоты, ну или можно сказать яркости. То есть чем выше точка, тем больше в этой зоне по яркости находятся пикселей на картинке. По этой гистограмме видно, что это в принципе нормально проэкспонирована фотография, то есть она по крайней мере не имеет клиппинга ни по теням вот здесь вот. То есть график не доходит и не обрезается резко рамкой вот этой вот гистограммной. Ни с левой стороны этого не происходит, ни с правой стороны там где расположены света тоже он не обрезается, то есть нет клиппинга. Нету областей на фотографии, которые залиты чисто черным или чисто белым. Все области имеют какой-то оттенок, все они информативны на этом снимке. Но с другой стороны можно сказать, что он немножко не дотянут до теней, то есть в нем нету совершенно черных, совершенно черной даже ни одной точки нету на этом снимке. Это тоже не очень хорошо. Теперь давайте еще один пример рассмотрим, например, медведя вот этого. Ну здесь по этой гистограмме тоже видно, что это нормально проэкспонированный. Правда это после коррекции, вы здесь видите, что вывернуты многие регуляторы. И после коррекции он как бы стал более-менее нормально быть проэкспонированным. И еще по этой гистограмме можно сказать такую вещь, что как бы эта фотография, в ней большая площадь находится в зоне светлоты, а в зоне темной находится меньшая площадь, чем светлой. Потому что вот этот двойной такой пик, который простирается от середины в правую сторону, это пиксели довольно-таки светлые и видно, что тут площадь большая, значит в них находится много пикселей. Это видимо песок и камни вот эти вокруг медведя. А вот этот маленький холмик в левой части, это темные пиксели и ну здесь видно, что их мало, это видимо и есть вот этот холмик, это и есть этот замечательный гималайский медведь спящий. То есть вот такой можно делать анализ по гистограмме. А рассказываю я об этом потому, что умение читать гистограмму нам будет совершенно необходимо в дальнейшем при изучении модуля Develop. Так, ну здесь например мы можем эту фотографию откадрировать, вот так вот. И гистограмма сразу изменяется и она становится более сбалансированной. То есть в темных областях и в светлых областях уже больше похоже на то, что одинаковое количество пикселей там и там. Из-за того, что мы уменьшили площадь песка и камней вокруг медведя. Если же мы посмотрим на фотографию вот с этими козлами например, да, то здесь наоборот видно, что наибольшее количество пикселей сосредоточено в тенях. Это вот эта вот темная достаточно стенка, которая расположена за вот этими невероятно симпатичными двумя животными. Это были несколько таких примеров чтения гистограммы. Ну, как бы нельзя забывать о том, что гистограмма это не самоцель. И не надо пытаться ее делать идеально, если это идет в разрез с вашими творческими планами. Но еще есть такая штука, что многие микростоковые агентства, они не принимают фотографию, если у них, если у этих фотографий неправильная гистограмма. Например, как вот у этой фотографии. Здесь просто слишком большие вот эти пустые расстояния, то есть она не дотянута ни до теней, ни до цветов. Но если мы сделаем, например, какую-нибудь вот такую коррекцию, то ее тоже не возьмут, потому что здесь находится клиппинг. Практически половина пикселей находится в клипинге, то есть они залиты просто белым цветом. Итак, мы с вами более-менее узнали, как по гистограмме отличить плохой снимок от хорошего. Но это, конечно, не касается художественной ценности, потому что даже снимок вот с такой гистограммой может быть очень художественным. Это касается чисто такого технического качества, как бы, да. И теперь мы узнаем, как сделать эту гистограмму более-менее идеальной. Ну, самый первый инструмент и самый легкий способ сделать это – это кнопка «Авто». Нажатие на эту кнопку запускает продвинутый алгоритм, который выполняет за вас всю работу по вот этой тоновой регулировке. И в подавляющем большинстве случаев это работает действительно замечательно. Потом можно после того, как она сделала за вас, вы можете на свой вкус немножко подправить. Нажимаете на эту кнопку и отправляете по микростокам. Они должны взять, потому что все как бы с технической точки зрения, как они смотрят, все нормально на фотографии. Просто вот качество именно этой фотографии не очень хорошее, потому что она сфотографирована в зоопарке через мутное стекло. А теперь давайте попытаемся сделать еще лучше вручную. Но, наверное, не на этой фотографии. Ну, вот эту, например, пейзажную давайте возьмем. И здесь, если посмотреть на саму фотографию, то кажется, что все нормально, отличное фото. Просто человеческий глаз, он приспосабливается и делает вид, как бы, что все нормально. На самом деле, эта фотография очень темная. Мы это видим по гистограмме. То есть, у ней вообще нет никаких пикселей в светлых областях. То есть, они все идут от середины и в темную зону. Поэтому эту гистограмму, как бы, нужно исправить. И тогда исправится и изображение. И у нас для тоновой регулировки вообще изображения два основных регулятора существует в Lightroom. Это экспоза или экспозиция по-русски. И второй регулятор это blacks или черноты можно перевести. То есть, темные области. И для того, чтобы лучше понять, как работают эти регуляторы, удобно представлять гистограмму себе, как будто она резиновая. И вот, в частности, экспоза работает так, что как будто гистограмма завязана вот здесь вот на узел, а мы ее тянем за эту сторону. И она вся равномерно, абсолютно растягивается. Если мы ведем слайды в обратную сторону, происходит вещь обратная. Мы ее сжимаем. Фотография становится темной совсем. Итак, здесь очевидно, что ее нужно растянуть до светлых тонов. Туда вот совсем. Ну, здесь еще есть такие хитрости. Можно контролировать клиппинг не просто визуально. То, как режется или не режется гистограмма. Можно еще смотреть на вот эти маленькие элементы, по которым, смотрите, сейчас он будет светиться. Вот желтым он осветился. Значит, этот цвет уже получил клиппинг здесь. И если мы ведем дальше, то этот элемент уже становится белым, значит, уже все цвета клиппированы. И если навести курсор на этот элемент, мы видим эти клиппированные области на самой фотографии. Если на нем щелкнуть, то он так и останется включенным и всегда нам будет показывать клиппинг. Так мы можем контролировать. Потом второй способ. Можно нажать на клавишу Alt во время регулировки. И мы видим всю фотографию как черную. То есть, значит, там все нормально. Нет еще пока никакого клиппинга. И когда появляются какие-то цвета, это уже цвета клипированные. И обычно дело доводится до такого легкого клиппинга, когда первые точки начинают появляться. Обычно делается так. И то же самое регулятор, который отвечает за темные области, он тянет гистограмму за левую ее часть. И как будто она правой частью завязана вот здесь. Вот он ее равномерно растягивает влево. То есть, то же самое в обратную сторону. И тоже можно нажать на Alt, только фотография вся будет белая. И появляются первые клиппинги. Если вести дальше, то площадь клипирования, конечно же, увеличивается. И так доводим дело до легкого клиппинга. Ну и обычно после этой операции нужно посмотреть, оценить сюжет визуально. И очень часто нужно уменьшить экспозицию. Вот так вот мне хочется где-то вот так вот сделать. Можем даже больше. Продолжение следует...